Дополнительное финансирование планируют исключить из бюджетного кодекса. Такое нововведение может коснуться, например, Международный финансовый центр Астана, Назарбаев университет и интеллектуальных школ. В новом документе также исключена возможность господдержки банков Казахстана. Проект закона находится на рассмотрении в парламенте. Как это отразится на работе непосредственно учебных заведений, расскажет наша коллега Анастасия Сулейманова. Ежегодно из госбюджета одному из самых престижных вузов страны выделяют порядка 40 миллиардов тенге. Помимо этого университет получает целевой вклад, то есть дополнительное финансирование. На этапе становления университета эти средства потратили на строительство научно-образовательного комплекса и его материально-техническое оснащение. А сейчас направляют на реализацию учебных программ и оснащение лабораторий. В минувшем году по целевому вкладу выделили меньше миллиарда тенге. Это в 12 раз меньше, чем 5 лет назад. Теперь господдержку намерены и вовсе исключить. Мы будем больше делать акцент на привлечение частных инвестиций, спонсорских средств и работа с крупными корпорациями, для которых будем делать научные исследования. Поэтому здесь мы меньше будем зависеть от бюджета. Если будет принято решение правительством и мажористом в отношении целевого вклада, это никаким образом не скажется на качестве образования или на научной деятельности университета. А вот в Назарбаев интеллектуальных школах говорят, что без дополнительного финансирования не смогут реализовывать свои проекты. Это разработка учебных программ, внедрение опыта во все школы, подготовка педагогов страны. За кратчайшие сроки разработаны 24 тысячи уроков на казахском и русском языке для всех классов, по всем предметам, за счет чего школы, все ученики страны смогли оперативно перейти на онлайн формат обучения. То есть это тоже было реализовано в рамках целевого вклада. С этого года, по словам законотворцев, в этих образовательных учреждениях определят новые механизмы финансирования. Скорее всего, все, что касается гособразовательного заказа и НИШ, и университета, это будет в общеустановленном порядке так, как у нас сейчас проходит финансирование в системе образования. То, что касается других расходов, не связанных с гособразовательным заказом, возможно, это будет через механизм госзаданий. Окончательный алгоритм финансовой поддержки сформируют с учетом поправок в парламенте. В любом случае распределять так называемые целевые вклады будут по единым правилам, с обязательной защитой перед депутатами Мужелиса Сената. Анастасия Сулейманова, Ербол Даиров, 24КЗ.